О том, что грядущий 22-й год по восточному календарю пройдет под покровительством тигра, ученики 148-й школы знают уже сейчас. На входе в учебное заведение дети вместе с родителями и учителями соорудили композицию, посвященную амурскому тигру. Сейчас этот вид животного находится на грани вымирания, поэтому праздничное оформление получилось социально значимым. Решили не только создать новогоднее настроение, но и привлечь внимание к проблеме. Мне очень нравится украшать. Для меня чувство праздника состоит из настроения людей и настроения, которое создается в атмосфере в нашей школе. И каждый год, смотря на то, как у нас красиво украшает школу, как атмосферно это все получается, мне это прям очень нравится. В создании новогодней сказки участвовала вся школа. Как украсить этажи, придумали сами учащиеся. Сначала среди классов провели конкурс на лучший проект. Затем выбрали победителей. Лучшими признали композиции робототехника, ЗОЖ и экология. Совет старшеклассников распределил обязанности между всеми школьниками, и они придумывали, чем украсить школу в соответствии с заданной тематикой. Я считаю, что это сейчас в нашей жизни одно из самых главных направлений и приоритетов. Я считаю, что школу украшать очень важно, потому что это создает эмоциональный настрой не только для детей, для педагогов и для родителей, конечно же. Третий этаж в школе украсили елками из картона и бумаги, сделали большой камин для обмена подарками между учениками. Наряжают не только коридоры, но и классы. Каждый борется за звание лучшего. Администрация школы выберет победителей. Этот год – год тигра. Животное смелое, решительное, отважное. Поэтому мы также хотели всем пожелать отваги и пусть все мечты в новом году сбудутся. Удастся ли школе попасть в список образовательных заведений с самым лучшим новогодним оформлением, станет известно уже в новом 2022 году. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, Максим Гусев. События.